Когда мы будем проходить через пост охраны, нам необходимо будет все металлическое вытаскивать, пласть на столичек, фото, видео, все это положить на столик, дальше открыть свой паспорт, показать паспорт часовому, который там стоит, связываемся со списком и проходим их, и отходим в сторону. И дальше мы идем на посещение станции. Сегодня у нас предусмотрен такой маршрут. Блочный щит управления третьего блока, в мемориальной досках Адамчука, где вместо установлены доски, дальше главные циркуляционные насосы, которые находятся там рядом, дальше система, есть такая скала и центральный щит управления. Что касается вашего пребывания, здесь и правил. Пожалуйста, ничего не кладите на землю, на пол, держите в руках, передавайте друг другу, но не кладите ничего. Дальше. Будьте везде внимательны и осторожны, потому что промышленная зона, слева, справа разные предметы, высота, голова, двери и так дальше, так дальше. Это ваша безопасность, и в том числе и наша безопасность. Что касается радиационной безопасности, каждому из вас выдан дозиметр, индивидуальный накопитель. Разрешенная доза на один визит, в принципе, как и для работников станции, 0,1 милизиверта. Это разрешенная доза, или 10 милиберр, 10 милирентген. Это достаточно много, мы этого никогда не возьмем, потому что по результатам тех обследований, которые мы проводили, доза составляет не более 0,03 микро зиверта. Это значительно, значительно меньше. Это то, что касается радиационной вашей безопасности. Как-то, пожалуйста, возьмите. Многие не замерзнут, точно. Мы схожем, мы космонавты. Один раз приехал, поэтому у меня надо еще в столовую походить вместо, типа полтора ведра. Начинаем севелиться, потому что мы уже начинаем севелиться, потому что мы уже начинаем севелиться. Розписаться требуем. Розписаться. Вот это видео, тот, кто сейчас снимает и чует меня, пожалуйста, коси в середину, под шапочку. Коси. Кого есть? Откройте, зайду. Я еще раз повторюсь, кто, может быть, что-то плохо услышал или плохо понял, значит, фото, видео здесь разрешено. Никаких ограничений нет. Еще раз повторюю, никаких ограничений, что-то фотографирование тут нема. И так, мы сейчас находимся с вами в так называемом золотом коридору. Он золотой, потому что так персонал назвал, когда эти стены были покрыты покрытями, после аварии, когда провели эти работы с дезактивацией. Ну и так прижилось. Ця назва уже відома не только на Украине, как мы говорим, и далеко-далеко за ее межами. Мы с вами находимся на высоте, тут 9 метров у нас, потому что мы ж малость поднимались с вами. Відділення блочных щитов находится вот по левому руку от нас. Первый блокный щит управления 1-го энергоблоку, который был в эксплуатации с 1977 по 1996 год. Далее мы с вами подходим ближе до центрального щита управления. Центральный щит управления начинал свою работу еще до того, как станция начала выработать электроэнергию в эксплуатации. А также этот щит будет работать аж до искончания века, потому что мы должны получать электроэнергию. Это у нас центральный щит управления. Еще раз скажу несколько слов про него. Меня тут всегда вызывают позитивные эмоции. Потому что это практически один-единый такой щит, где работа цинодобово здействуется. И представители электроцеха здесь контролируют работу наших распространенных пристроек, через которые мы получаем электроэнергию. Поэтому всегда позитив у меня в среде. Контроль будет действовать за распространенными пристроями 110 кВт, 330 кВт и 250 кВт. Тут проходят через эти системы и получают здесь задъянные. Аж обеспеченная станция выработала 150 млрд кВт год. Велись работы щодо ликвидации насыпки аварии. Первый и второй блоков были в эксплуатации уже после соответствующих работ в Джонки в листопаде 1986 года. Мы уже пошли працювать. Таким образом, после аварии мы смогли еще выработать 158 млрд кВт год. В законодательстве, которые регулируют эти процессы, мы имеем этап занятия из эксплуатации, который мы имеем 4 этапа, аж до 2064 года. Вы можете представить, что мы в 2000 году в грудне остановили блоки. И вот этот этап, и еще я подкрыслю завжди, при надежном хорошем финансировании, потому что эти работы финансируются несколько из государственных бюджетов Украины, то до 2064 года, возможно, мы еще и не закончим эти работы. Мы с вами находимся на блочном щите управления 3-го энергоблока. Что до расположения, тут я сейчас несколько слов расскажу. Итак, у нас тут три щита управления. Ось один, другий, третий. Оцей самый крайний, самый важливый, потому что цей инженер, він керував управлением самого реактора безпосередньо, а також разом з представниками реакторного отделения, він відповідал за перевантажение ядерного палива и вивантажение от этого неядерного палива. Кроме того, у него на пульті находится очень важная кнопка, как говорится, червона кнопка, которая прекращает работу реактора. То есть ядерное паливо, которое в реакции к заводению с водой, дает им помощь. Ось таких канарей у этого реактора 2088 штук. Из них 1661, это там, где находится ядерная палива, массой 192 тонн. То есть работало за 26 насосов, которые прокачивали воду через технологические канали, через паливо. Пойшла взаимодія тепла и воды. Вода закипала, нагрівалась до великої температури, десь приблизно до 300 градусов. И потом, под тиском, відповідными трубопроводами, пар с водой попадал на барабани сепаратори. Пойшло взаимодействие от воды и пара. Для того, чтобы работала турбина, потребовалось несколько пар. Что касается палива, это все процессы на 10-12 лет только одного перевезения. А самая скорость еще на 100 лет. Так, друзья, давайте мы покажем кнопку людям. Это не кнопка, это ключ называется. Так акцентую, до аварии была кнопка, действительно, была вот такая. Мы должны рухать дальше. Итак, смотрите, ось аварийный защит номер 5, это высшая ступень защиту. То есть, что-то такое, которое требует от этого инженера, который хотел здесь держать реактор, он ее открывает. Это ключ называется. И мы все осталось. Хочете попробовать? То есть, вы говорите, до аварии была кнопка, да? А до аварии была система, по-перше, вона перероблена вся, и, по-друге, вона изменена из вот такой кнопки, сделана из вот таких ключ. Тут более тактильно, краще ее чувствовать. Щелчок слышу, да? Да, да. Бо тут, коли пуш робимо, то воно не зовсім. Можете вам задати питання? Крім того, система, яка аварийного захисту, руху в активную зону стержня управления захистом, спрацьовала за 18 секунд до аварии. Після того, як ми глупили сюди близко 300 млн доларів на всі енергоблоки станции, щоб підвищити безпеку, то один із елементів, який я вам зараз скажу, ось ця система спрацьовала за 2 секунди буквально. Тобто повертання ключа, зразу, і стержні управління захистом, зразу, а їх до аварії було 179 штук, а після аварії понад 200, приблизно 220 штук було. Вони зразу заходили вниз і зупиняли ланцюгову реакцію, таким чином зупинялась робота самого. Можна, только осторожно. Можна, только осторожно, да. Ось эта кнопка, можна? Так. І давайте сейчас ми одеваємо перчатки, одеваємо респиратори і двигаємося. Так, тут будь внимателним, тому що голова, лістниця крутая і так далі. І підіймаємося вверх сюди. Туди поки останавливаємося. Дві минути, потім возвращаємося сюди. Поднимаємося, поднимаємося, поднимаємося і двигаємося туди. Взаду нас в полі, так, четвертый гадбок розбушений. Десь ми вам показуємо меморіальну зв'язку Валерію Ходорчуку, де це перша жертва її катастрофи. Тоді, коли почали роботу з підготовки обладнання для того, щоб проводити відповідні випробування на четвертому енергоплоці, Валерію Ходорчук, як старший оператор головних церпуляційних насосів, відповідав за першу ділянку роботи, і він заходився там. Крім того, ви ж розумієте, аварія, це все, що воно, це все попадало на такому вигляді, яке воно було, ну, надто все складно. Нажаль, вона розказує, ви знаєте, що оцей фрагмент, я для спустера, каже, трошки позувала, тому що він попросив мені, а можна ваші руки, я кажу, для чого, а я кажу, у мене така є ідея. І він, я б сказав, що треба зробити. Тому оце ці виліпки, це чисто фрагмент руки самої Наталі Романовни, значить, то як символізує, що сам Валері захищає. Зі сторони чотирі, з другої сторони його в кінці для третього блоку. Висота тут у нас 12 метрів, сам реактор знаходиться між насосами по центру, але на віддаленні від цієї висоті ще 23 на кількість. Ми бачимо, кріше знаємо, чи, може, не знаєте, так я нагадаю вам, що зеркало вставка охолоджувача, звідки ми воду вправли, воно за площою має 23 обрати кілометра. Такі поліетиленки і вибрасуємо респиратор. Ось сюди, пожалуй. А перчатки залишаються? Так, перчатки в карман, положіть. І так, вибрасуємо респиратор і вибрасуємо пластик. Перший, що за перчатку в Україні. І в тому тому, це перчатку в українській,opравлання. В українській, півці, 121. Після, що за перчатку в інші. Півці 1, 2, 3... Это сучасный стан, сучасный стан объекта укриття, который есть сейчас, так чтобы знать, что до чего. Эти дороги открыли доступ к тяжелой технике в монтаже.